Наша консервативная улица страдает полным отрицанием собственного же революционного опыта и самого понятия революции, а наша революционная улица полностью отрицает в себе и в окружающем мире понятие традиции и реакции. Но реакция и революция — это взаимосвязанные понятия, борющиеся, конечно, понятия, но диалектически неразрывные. Любая, в конечном счете, реакция — это остывшая революция, а любая революция — это вновь вскипевшая вулканом вздыбленная реакция. Поэтому, может, это слишком образно, но мне кажется, это важно, и важно говорить в том числе и с консервативной аудиторией, которые иногда, мне кажется, некоторые вещи травмируют, коробят. Я помню, когда с участием Андрея была встреча с писателями в Союзе писателей, одно слово «Маркс», произнесенное вслух, всех повергло в ужас. Но я считаю, что это необходимо, потому что самая главная потеря для нашего общественного сознания, для нашего творческого сознания, сознания нашей аудитории — это утрата нами способности к рациональному критическому мышлению. Мы с большой готовностью витаем в империях, обсуждаем разные образные символические категории, но мы не смотрим себе под ноги. И мы очень сильно оторвались от базиса, сосредоточившись исключительно на надстройке. Мы обсуждаем, откуда мы есть пошли, какие мы по своим тактико-техническим характеристикам люди, вот русские, в чем наша особенность. Но мы не видим, что происходит у нас в карманах, мы не видим, что происходит у нас на рабочем месте. Мы совершенно не уделяем внимания такому важному вопросу, как классовая борьба, как наличие или отсутствие в обществе, в котором мы живем, эксплуатации. И ко всем этим важным моментам, мне кажется, внимание людей необходимо пробуждать. И для того, чтобы они были восприимчивы к такой пропаганде и к такой агитации, они должны заново учиться мыслить, мыслить рационально. Этому, собственно говоря, обучению человека мышлению были посвящены 10 лет стандартной советской школы. Именно этому советская школа и учила. И именно от этого, от рационального мышления, отвратить сегодняшнего школьника пытается новое отреформированное образование. Мне кажется, что это большая трагедия, она предсказуемая трагедия. Наше образование таково, каков наш экономический уклад, оно не может быть другим. Воспитываются ровно те люди, которые необходимы экономической системе, которые ей востребованы. Но понятно, что в конечном счете мы придем к брехтовской формуле. Шагают бараны в ряд, бьют в барабан, и кожу для них дают сами бараны. Это очень тревожно, это очень страшно. Я, как журналист, наблюдавший этот процесс сначала на Балканах, потом на Украине, и чувствуя, что все ингредиенты, как в химической лаборатории для повторения этого эксперимента, имеются у нас, я понимаю, что нужно делать все для того, чтобы этому противостоять, а значит, в первую очередь пропагандировать, распространять научные знания и любовь к науке, и желание постигать мир в первую очередь не через образность, не через символизм, не через метафору, а через факт, через понятие, через конкретику, через материалистическое отношение к действительности. И дети сегодня очень часто дают фору взрослым, причем взрослым, которые воспитывались в советское время, взрослым, которые, казалось бы, должны нести в себе вот эти вот проросшие семена советского воспитания и образования, но дети, которые сейчас, вот вокруг нашего проекта, в частности, «Последний звонок», группируются, сами к нему волной перебиваются, эти дети оказываются удивительными детьми иногда. Они настолько, их немного, они, наверное, составляют меньшинство в общем потоке, но эти дети есть. И эти дети смотрят на мир гораздо более трезво и гораздо более рационально судят и мыслят, чем многие взрослые. Эти дети живут в острой классовой ситуации. Разумеется. В отличие от их родителей. Да, их главным преподавателем выступает жизнь. И она не оставляет пространства для самообмана. Другой вопрос, что правильно ли называть противоположную сторону, которая стремится вогнать наше подрастающее поколение, то есть будущее, собственно говоря, страны в пропасть деградации, нравственного разложения, невежества. Правильно ли называть противоположную скамейку либералами? Но мне кажется, это не либералы. Либералы – это всего лишь обслуга правящего класса. Правящим классом у нас является капитал. И капиталу именно такая высшая школа потребна, такая высшая школа необходима. Поэтому враг – это не какой-то, скажем, скрюченный дедушка из Федерального института развития и образования, который переписывает образовательные стандарты так, чтобы дети не знали ничего. Нет, нет, дедушка в данном случае – это обслуга. Дедушка – это девушка, которую танцуют. А важно, кто ужинает эту девушку. И ужинает эту девушку, собственно говоря, те же самые силы, те же самые интересы, которые собирают кровавую жатву в наших городах. Я очень. Собирают кровавую жатву ежедневно. Вот тот кошмар, на фоне которого мы сейчас собираемся и рассуждаем о вещах, может быть, отвлеченных, тот ужасный опыт, это потрясение, через которое прошла страна сейчас в связи с кемеровской трагедией, это вспышка, которая на мгновение обнажила все наши язвы и все наши открытые раны. На самом деле это диагноз всей системы и всей ситуации. И это ведь не дедушка из института развития и образования, понимаете? Это то, как устроены общественные отношения. Да. Единственное, что я хотел бы, вот завязался интересный разговор о том, насколько наша цивилизация и мы, как народ, приемлем или не приемлем такой живодерский порядок вещей, который сложился и который все более окостеневает, из которого уже вырваться кажется невозможно. Когда человек человеку волк и падающего толкни, мне кажется, что дело тут не в нашей антропологической неприязни к несправедливости, к нашим биологическим коллективизмам. Я думаю, что не меньше примеров коллективизма даже сейчас на, в общем-то, наверное, правильно сказать, оккупированной территории Украины. В Одесском СИЗО совсем недавно мне приходилось разговаривать с группой инициативников, которые пытаются освободить 30 активистов, содержащихся в Одесском СИЗО на протяжении нескольких лет. Эти люди коллективисты, эти люди наследники советской традиции, советского сознания, советского мышления. Мы получаем множество писем с Украины. И можно ли сказать, что русский в данном случае более общинен, чем украинец? Русский более общинен, чем белорус? И еще один момент. Вот сейчас, общаясь с молодыми читателями, с молодыми слушателями, я с удивлением вижу среди них все больше и больше представителей, тех, кого унизительно, пренебрежительно когда-то, скажем, наши националисты называли непрофильными народами, непрофильными национальностями, эти ребята демонстрируют поразительный, высочайший уровень, во-первых, образованности сегодня, во-вторых, классового сознания, в-третьих, сплоченности, неготовности мириться с несправедливостью. И это не русские люди, но для них это также понятно и объяснимо. Поэтому я считаю, что нет такого мелового круга, который в истории очерчивает славян или русских, и говорит, что вот здесь была территориальная община, и поэтому мы воспринимаем коммунизм, не принимаем капитализм. Нет. Дело в том, что там, куда капитализм в годы формирования советского государства по-настоящему дотянуться не успел, где, по большому счету, был феодальный порядок, феодальный способ организации родоплеменной кое-где, организации быта или производства, где советское государство возникло, и оно воспрепятствовало естественному ходу вещей, естественному развитию событий. Сейчас капитализм туда пришел в полный рост. И он, именно капитализм, эта могучая сила, является той самой цивилизующей, таким цивилизующим конвейером, который вытаскивает эти народы на новую ступень развития, на которой они не могут из себя не делегировать таких людей, как Сталин, таких людей, как Камо, таких людей, как Орджоникидзе, таких людей, которые, в общем-то, в 20-е годы Советские Союзы создавали. Просто в процентном отношении их сейчас становится больше. Я к тому, что есть законы общественного бытия, есть законы развития производства и социальных отношений, которые не имеют поправок на национальную или географическую природу. И эти законы работают. И я хочу сказать, что мне понятны апелляции к общинности, хотя Владимир Ильич Ленин с этим и поспорил, он продемонстрировал наглядно и с примерами, как разлагалась наша община, как в ней выкристаллизовывали все эти обязательные для капитализма элементы. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сейчас просто закончить отсылкой к работе Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», где он, на самом деле, элементы коммунистического сознания на первых страницах, в самом начале книги, он находит в фратрии, в том самом давно человеком пройденном этапе развития общины, в общем, родовой общины, когда он даже описывает, как воины идут в бой, и они поражают своих противников, находящихся, может быть, на одну ступень или на две ступени выше, на цивилизационной лестнице, своей способностью умирать друг за друга, за други, своя, за... Вот, и на самом деле, в том, как он описывает дух вот этой фратрии, дух этого рода сплоченного, когда кровью, там, я не знаю, когда чем-то еще, да, в этом очень много общего с той жертвенностью, которую коммунисты демонстрировали очень часто в истории, впоследствии, через много-много веков. Так вот, общинность коммунистического общества, коммунистическая общинность, коммунистический коллективизм, это коллективизм не символический, это коллективизм не эмбриональный, не связанный с этногенезом. Он основан на материалистическом понимании интересов каждого и общности этих интересов, на снятии вот этого противоречия. То есть это осмысленный коллективизм, Это осмысленное принесение в себя, в жертву ради интересов коллектива. Мне в свое время довелось освещать, вот по поводу хаоса и реакции человека на хаос, освещать наводнение в Новом Ролиане. Я был в 2006 году, да, там было введено чрезвычайное положение, значит, не проехать, не пройти. Мы, естественно, проехали и прошли, и обнаружили, что из всего города эвакуировали всех белых, оставили всех черных. Там был такой порядок, значит, черные иностранцы во вторую очередь вывозятся, в первую очередь местные и белые. Ну, вот так, негласно получилось. Ну, естественно, среди черных обнаружилась группа русских студентов, которых и никто вывозить не думал. И они вот о самой ситуации были сплочены в коллектив, организованы. Причем это были дети, студенты очень часто, ну, совершенно не коллективистских качеств, воспитания уже антисоветского такого. Многие из них мечтали о грин-карте, хотели бы остаться. Тем не менее, в гостинице, затопленной по периметру, вот в даунтауне этого Нового Орлеана, обороняется группа русских студентов, мальчиков и девочек, которые самой вот судьбой, самой ситуацией вынуждены, да, формировать некую общность для того, чтобы в этой общности пробиваться к своим, залезть на крышу, сшить из тряпок, трусов, футболок, флаг, которые они вывесили с сигналом о помощи для вертолетов, пролетая, и в конечном счете они своего добиваются. Что с ними стало дальше, я не знаю. Но я знаю, что это вот та самая коллективистская, такая вот инстинктивно присутствующая в каждом нашем человеке вещь, которая сработала. С другой стороны, конечно, есть и противоположные примеры, есть люди, которые на несчастье других готовы зарабатывать, которые готовы действовать в логике «умри ты сегодня, а я завтра», и мы видим это каждый день. Но это в нас пока существует, и я убежден, что это наследие той самой советской образовательной системы и советского периода в нашем общем прошлом.